Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам, как я немного упростил ловлю на такую снасть, как комбайн, а именно зимнюю донку. Так как я являюсь новичком и рыбачу всего один сезон, вот этот зимний, я долго подбирал, как оснастить эту снасть. Много видео в ютубе и в интернете полностью. Полностью нет информации, как правильно собрать комбайн. Получалось, что изначально я собирал комбайн, по советам рыбаков, увидел у кого-то снасть, сам спрашивал. В интернете вообще четко непонятно. Понятно то, что это удочка с таким старожком, в форме пружины, которая лежит с колокольчиком. Кормушка, длинный поводок, на ней крючки. Все. Какие крючки? Какую леску? Какую из чего кормушки? Более-менее я нашел хотя бы там, из чего делать кормушки. Это самый бюджетный вариант, я думаю, чем всякие фидерные. Есть, конечно, и фидерные стаи, это видео под каши. Здесь именно под живую приманку, это вот из-под анализа в баночке. И вот. Видео это будет именно для новичков. Я буду также делиться своим, так сказать, вот этим маленьким опытом. Ну, все равно я чего-то достиг именно для себя. Кому поможет видео, я буду рад. Может быть, даже кто-то и сделает такую же снасть. То есть, снасть комбайн, это сразу мы как бы отличаемся немного в предысторию, да? Получается, снасть комбайн, это поисковая снасть. Есть у нас спускники, а есть комбайны. То есть, и то, и то поисковые. Только комбайны ты приехал на рыбалку, то есть, в реальном времени ты рыбатишь. А спускники, это люди, которые ставят, грубо говоря, 20-30 лунок просто грузила там с крючками и с насадкой с разной. То есть, и так они разбуривают, ставят, например, оставляют на ночь, а то на сутки или на двое. Потом приходят, проверяют. Если есть рыба, то оставляют. Если нет, то перебуривают. Это, конечно, чисто не для меня. Для меня нужна такая рыбалка. Когда приехал, нашел рыбу, даже в ночевке. Я, как бы, раз уже использовал ловлю на комбайны в палатке ночью. Довольно-таки очень интересно. Могу вам сказать, намного интереснее, чем, например, сидеть на леща на удочке. Но, на какой я раньше с Настей рыбачил, то есть, стандартные комбайны, такая, как сказать, рыбалка не удавалась. Рыбалок у меня всего было, если честно, рыбалок 5. 5 или 6 рыбалок. Ну и результативных, которых я реально поймал, это было всего 3. И то, можно сказать, даже 2,5. Пока я не доходил, постоянно переделывал, постоянно крючки, мормышки. Все это, все было сложно. Иногда даже, если, вот я думаю, какой-нибудь другой, наверное, новичок в этой комбайне, он уже давно бы плюнул. Потому что, что на комбайне нужен большой бур, как минимум 150, а то и 180, 200. И, конечно, не у всех есть шуруповерты мощные на такие буры. И еще бы, я даже скажу, что не у всех есть еще 150-180 буры, которые можно бурить такие лунки. Потому что рыба реально попадается крупная, и 130-ю нет. Пока у меня бур 130, но у меня и так бура 2. То есть, я пока не рассчитываю покупать какой-то 150, и еще пока не знаю. Ну, так вот, я делаю двойные лунки. То есть, ну, наверное, уже все знают. Кто не знает, я думаю, если кто-нибудь вопрос задаст, я объясню в комментарии, как делать двойную лунку, например, любым буром, да, чтобы удлинить. То есть, я бурю 130-ым, и понимаете, что у нас, например, лед очень толстый, он всегда под ручку, никакая бы ни была зима. А в этом году хоть и меньше снега было, но все равно эти места задувало. Так как на Аби рыбачишь, получается, где обрывистый берег, там и ямы. Рыбачишь в ямах. А как принято, уже и доказано, что крутой берег, это постоянно ветреная сторона, которая задувает, плюс еще слой. Короче, это неумерное усилие этой рыбалки, очень тяжелое, так скажу, для начала. И многие не понимают. Ставят комбайны вдоль, поперек. По мне, так нужно ставить поперек. Именно от входа ямы. Например, либо ты должен уже знать примерно эту яму, либо нет, либо ты должен уже искать именно ту рыбу, где она стоит в этой яме. Вот именно речь пойдет об этой снасти, которую я немного упросил. Именно вот этот поиск рыбы на комбайны. Ничего не поменялось. Те же крючки, те же кормушки, но немного доработалась сама снасть. Итак, еще сразу следом. Ладно, я тогда буду сейчас собирать. Вот у меня есть уже собранные. Два специально разобрал. Буду вам подробно рассказывать. Здесь немного леску потоньше сделают, потому что сильно толстую. Тоже, да? Леску все ставят. Там 0,35 основную леску на поводки. Там 0,30. Ну, блин. Вот я уже ставил. Вот у меня 0,35 основная стоит. Мне вполне она нравится. Но я не делаю на нее полностью. Потому что, мне кажется, что если полностью на которой будут поводки... Видите, какая леска? Ну, это может, конечно, у меня такое качество, но она немного вот такая. Как бы меня все устраивает, но она вот немного закручивает. То есть у нее большая память вообще есть. Очень большая память. И все. Я, например, ставлю вот этот же там 3-метровый, 4-метровый поводок. Например, ставлю 0,30, 0,25. И поводки ставлю 0,25 на нее. Ну, короче, ставлю вот основной 0,35. Вот эту леску. Не менее 20 метров. Сразу скажу. На удочку нужно мотать не менее 20 метров. Позже я расскажу для чего. После чего к основной лесочке вяжется, ну, как вам уже угодно. Но я вяжу небольшой, то есть не 5-метровый, как обычно, потому что у меня удлиняется. Ну, например, 4 метра. 3-4 метра. Короче, какой мне захотелось. Я отмерил, например, 3 метра. Мне понравилось 4 метра поводок. Мне вот именно нужен этот поводок, на котором будут размещаться, например, 3 крючка, которые в самом конце. Ставлю вот привязываю к ней уже. 0,30, 0,30 и поводки на 0,25 леску. Итак, поехали. Нет, кстати, что могу сказать для начинающих. Например, вот я взял вот такие удочки с катушками. Эти вообще они по 30 рублей продаются, я не знаю. Ну, каждого, конечно, по-разному. По 35 рублей. Катушка вместила 0,35-20 метров вполне нормально. Она все нормально устраивает. Есть, конечно, вот этот пенопласт, он очень твердый. Сюда крючки практически вообще не втыкаются. Ну, либо ты портишь жало. То есть, потом надо подтачивать. И вот именно с кормушкой, да, вот этот поводок, как его пределать. Я вот здесь, то есть, видите, да, вот у меня оснастка, полный комбайн в полном собранности. Вот такую удочку, вот кого, например, здесь, как он, полиулетан называется, полиулетан, по-моему, такой черный, я сейчас забыл, материал как называется. Если у вас такие удочки, то, конечно, лучше такие не брать. Они дороже уже, рублей 100 будут стоить. И, ну, мне зачем, да это вообще любая должна удочка. Я, кстати, пожалел, пожалел, что взял такие. Они обычные, вот знаете, то есть, обычный пенопласт без катушки с этим. То есть, там лишь бы залезла леска. Ну, такой удочки я просто вот, ну, вот просто прожег отверстий. Можно пропилить, я прожег. Чтоб, после чего, можно было оставшийся, вот это, например, поводок, прям вот так намотать. Ну, то есть, видите, да, она вот, как намотана. И все вполне удобно. Ну, крючки я сделал отверстия заранее в крючке, так что у меня все подходит пока. Ну, и все. Так что я вам советую, если честно, вот такие, ну, что-то мне не нравится, короче. У меня вот такие с катушками. Вот эта леска. Сильно они какие-то хлипкие, нет. Лучше брать обычные, стандартные, да, поплывочные, как вот ставят на поплывки. Вот. И они, вот эти удочки, и они намного дешевле. Они там даже рублей 25, наверное, стоят, я не знаю, зачем. Что-то посмотрел, все видео вот такие берут, и зря. Мне кажется, те лучше. И еще вот в дороге вот эта вот, видите, у меня ручка отломилась. Вообще, проблема у этих, как их транспортировать, постоянно вроде и так их лелеешь, что-то они хоба отломились у тебя, и все. Еще приходишь на рыбалку, у тебя вот этой нету, приходится вот этой, как, знаете, как в телефон звонить, набирать. Ну и вот, начнем. Намотали вы, короче, 20 лес, 20 метров лески, минимум 20 метров. Я думаю, так поставили старожок какой у вас, и, и, и. Вам понадобятся любые старожки, любые, ой, старожки, говорю, старожки, стопоры, стопоры. Одевайте вот на леску, именно, вот у меня, как они все идут с гусинкой, да, я прям, чтобы красиво было, прям вот так с гусинкой одел. То есть, два стопорка. Стопорок, гусинка, стопорок. Можно просто, ну, я как бы для страховки делаю два, чтобы у меня кольцо, короче, не вылетело там, через ведуршок, оно не проскочило. Ну и чтобы прям плотно стояли. Хотя они по 0,35, вообще спокойно они двигаются, никакого дефекта. То есть, вот две рыбалки, ничего им не произошло, я думаю. Да и заменить их легко будет. Может, конечно, кто-то доработает. Итак, отложим, да. Берем 0,30 леску, да. Ну, как я вот ставлю. Ну, вот, например, поводок, да. Там прям раз. Ну, вот так, на всю длину руку. Раз, вижу, да. Там прям чуть больше метра. Два. Три. Ну, пусть четыре, я сделаю четыре. Это не принципиально. Все. Делаем все стандартно. Это показываю, как бы, вот этот именно длинный поводок с поводками там, кто, как хочет, так пусть сделает. Ну, и все. Что я делаю? Беру 0,20, ну, я флорик, короче, как бы, у меня флорика много, флорокарбоновая лесочка, у меня 0,23 и 4, да, миллиметра, то есть, почти 0,24. Ну, и все. Беру, я, короче, себе, отрезаю поводочек, обычный. Какой-какой по длине у вас будет, да. Ну, например, сантиметров 15. Беру флоресцентные крючки, уже сами я делал вот эти светящиеся. Ну, и все, я начинаю привязывать, да. Сейчас мы первое привяжем поводочек. Клинчем, я всегда вижу клинчем. Сейчас привяжем все это. Я думаю, все знают, как клинч. Думаю, потому что и так у него уже длинное видео. Не буду всем объяснять. Смочили. Узлы, кстати, надо смачивать. Не знаю, уже до какого времени я все думал, что это абсурд. Нет, да, леска реально перегорает во время затягивания. Все, привязали вот такой крючочек, поводочек, да, у нас. Сколько у нас будет поводка? У меня их всегда три. То есть основной и примерно в 50 сантиметров я вяжу еще два. То есть три поводка мне хватает. Вот то, что вяжут прямо у основной. То есть у основания кормушки делают, то есть идет, когда леска, да, и вот здесь сразу поводок. Ни одной поклевки не было вообще. Я думаю, даже не ближе четырех метров от лунки вообще поклевок не будет. Сейчас пока вяжем еще. Еще три поводка, два поводка. Также у меня крючочки. Рыбачил я в палатке. Ох, что-то у меня с отверстием. Все, забурился в палатке. Расскажу, какой опыт, почему я на этом натолкнулся именно на то, что я сейчас делаю. Рыбачил в палатке. Все, забурились заранее. Не стали шугать. Все, три комбайна поставил в палатку. Все, отошли впереди. Не шагали, как говорят, когда ставишь комбайн, чтобы впереди никто не шагал, чтобы не пугалась рыба, да. Вот она там у меня, пятиметровая. За всю ночь ни одной поклевки. Ну, то есть в ночь приехали, сделали. Ни одной поклевки. Что я делаю? Беру, перебуриваюсь. Просто в четырех метрах. Именно от... Ну, прям метра, думаю, даже не четыре, а три. Именно от палатки вперед, по течению. И что вы хотите? Эти оставлю. То есть один оставляю, два перебуриваю в палатке. Думаю, мало ли. Может, все-таки подойдет. Ставлю колокольчик. Ну, тут пока тут варит покушать себе. Слышу, мне колокольчик звенит прям левый сразу. То есть у меня какой комбайн остался на этой лунке, я, грубо говоря, практически напротив нее сделал метр за четыре забуривание. То есть четыре, десять метров, грубо говоря, да. Допустим, что у меня именно там, где поводок будет. Десять метров. У меня сразу поклевка. Ну, лечик был небольшой, там грамм восемьсот, наверное, даже. Лечик под лечиком считается, да. Ну и все, я как бы сразу оптимизировался. Думаю, о, подходит, подходит, может, к утру сейчас. Вот, нашел, нашел рыбу. Поменял у меня на правую, начал опять брать. Что я делаю? Третий переставлю туда же. Ну, пока пробурил, короче, испугал. Подождал, к утру рыба подошла. Вот так. Ну, что получается? Сидишь в палатке, у тебя не клюет. Да, вроде забурился. Мужики подходят, говорят, да, он подойдет, да, он подойдет. Он может вечером подойти, он может подойти утром. Короче, он так бы и не подошел, пока бы я не перебурился вперед. И все. Я думал, а зачем тогда? Вообще эти комбайны, если вот так искать, как вот ночью рыбачат. Все, я связал три палатка. Мне довольно-таки уже хватит. Берем мою лесочку, основную леску. Ну и привязываем палатки. Для кого не секрет, будем вязать прям обычными узлами. То есть вот, берете, как я вижу, палатки, и два раза двойные вот эти. И затягиваете. Все, затянули. А это обрезаем лишним. И вот, так как что из-за этой вот найденной рыбы, то есть видите, да, я придумал именно то, почему бы не сделать комбайн такой, в котором вы будете регулировать именно длину этого поводка. Зачем вам надо перебуриваться, когда вы можете так же, сидя в палатке, например, ночью рыбачить, можете регулировать именно поводок. Чтобы не на пять, а на десять, на пятнадцать, или там на восемнадцать, на сколько, например, лески. Вот у меня тут двадцать метров, да, то есть свободно я могу на пятнадцать метров ее отпустить и найти рыбу. Итак, вот, например, вот такое, то есть длина крючка, да, где-то пятьдесят сантиметров. Примерно через пятьдесят сантиметров должен быть еще крючок. Держим петлю обочину. Обочину. Ну, я так всегда вяжу. Продергиваем всю эту леску. Все. Ну, такой у нас узел, да, петелька получается. Проводим. Третий. Ну, то есть второй. Поводочки надо не длинные делать, потому что тоже вещи иногда так осторожно. Он возьмет и будет сидеть, он даже не будет брать. То есть примерно двадцать сантиметров, максимум двадцать сантиметров поводочки. Все. Петлю эту затягиваем на основной леске и делаем именно вот этот конец, который от нашего поводка, привязываем именно к основной леске. Во-первых, она, даже если рыбокрупное узел не съедет по основной леске, а во-вторых, вы привяжете поводок и всякого. Все обычного узла. Все. Лишневым все это обрезаем. Не так, у нас уже получается два поводка. Вот видите, да? Ну, примерно где-то пятьдесят сантиметров от поводка. Даже считать, если с поводком самим, то двадцать сантиметров ровно пятьдесят. Ну и так же мы делаем еще так же отступаем, вот такое расстояние, такое же. И делаю третий. То есть беру, складываю, просовываю и вытягиваю. Все. Вытягиваем резку. Так, берем наш третий поводочек. Немного петелька затянулась у меня. Сейчас ее. Ну и разотваем. Ну и все, в эту петельку третий поводочек. Только завели, сразу петельку затягивайте. Чтоб именно не потерять вот эту, именно длину. Ну и все, отмеряем примерно два сантиметра. Вот они, два сантиметра. И так же привязываем к основной резке. Обычных тревузла хватает. Все. Привязали мы. Грубо говоря, почти уже готов наш поводок. Три крючка. Конечно, можно четыре. Ну знаете, что-то у меня четыре было, а у меня на четвертой. Чем ближе к кормушке, короче, поклевок вообще нет. Я вот ставлю три. Именно, мне кажется, на том конце, когда делается либо шлейф из каши, как, но я еще на кашу не пробовал, либо вот когда мурмошу вымывает, либо бокоплав, вымывает по течению, вот этот шлейф, мне кажется, именно подходит издалека. Все. Берем нашу удочку. На которой вы завели уже два кембрика, два стопорка, опять оговорился. Два стопорка или один, там, я не знаю, кто как хочет. Но я делаю два, да? Берите кормушечку. Уже готовую кормушечку. Кормушечку тоже немного перемодернизировал. То есть, как сделал. Вот у вас у меня там, например, петелька, да? Кстати, если, ну не знаю, такое видео уже как бы конец, уже зимой, не знаю, запишу, не запишу, как кормушки делаю именно для этого. Может и запишу. Если вопросы какие-нибудь появятся, я, наверное, запишу. Короче, грузило вставляется в крышечку, делается двойная леска, пропускается через нее. И вот в это отверстие, вот здесь просто завязывается. Короче, двойная лесочка там не завязывается, просто получается как накидка. И здесь привязывается вот вертлюшок бегающий. Все. Вообще все просто. Даже не просто, а элементарно. Ну и все. Вот в этот именно вертлюжок запускаем основную леску. Вот затянута у нас лесочка. И я привязываю именно наш поводок. Привязываю так же. Этот узел у меня еще ни разу не подводил. Вот так же вдвойне складываем. Я вот так беру, чтобы ровнее было. Да, вот этими пальцами зажимаю. И делаем, вяжем, короче, узел. Но не менее двух оборотов. Можно три даже. Ну и сделал. Сейчас у меня вылезла леска. Раз. И два. Давайте сделаем трис. И трис. И леску затягиваем. Смочили. И затягиваем полностью. И образование такого ровного, красивого узла. Все. У нас получился. Лишнее отрезали. Вот у нас получается снасть. Сейчас мы отрегулируем длину. Вот у нас поводка. Вот. В чем суть? В чем суть? Сразу расскажу. Вот дошла она до стопорков. Грубо говоря, удочка у вас все воткнуто. Все настроено. Вот поводочек у вас уже расстелился. По всему берегу. Сразу говорю. Прошло полчаса. Полчаса. Не надо ждать час. Не надо два. Полчаса нету. Прибавляйте. Как хотите. Если вы прям уверены, что вы попали на яму. То есть на такую хорошую яму. На вход. Или там в середине ямы. Либо у коряжника. Поставил. Метра два-три спускайте. Не надо перебуривать. То есть бурите лунки именно поперек. Поперек. То есть один, два, три. У меня вот конечно три. Но для три, как говорят, маловато. Я вот не знаю. Наверное сделаю пять. Пять комбайнов сделаю. Прямо чтобы уже точно. То есть метра три от друг друга. А то их где и два, да. Чтобы поставить. Именно прямо искать именно рыбу. Может даже я потом удлиню леску. Ну думаю более 15 метров. Это уже лишка. 15 метров хватит. Все. Получилось. Стоит. Нету поклевки. Подходите. Отматываете лесочку. Сколько вам. Например. Раз, два, три. Сколько там видите. Стопорки. Сдвигаете. Насколько вам надо. И получается у нас. Видите где узелок у нас было. Без стопорки. И наш поводок уходит именно на то расстояние. На которое вы еще отпустили по течению. Спокойно. Спокойно. И вы рыбачите дальше. То есть проверили. Досыпали мормыша. Посмотрели приманку. Отпустили поводок. Не кормушку. Да. В лунку. Чтобы у вас ничего не запуталось. Отпустили в лунку. Стопорки отодвинули на то расстояние. Которое надо. Когда уже полностью поводок отпустили. Отпускаете кормушку. Все. Кормушка на дне. Всякой разности. Видите. Кормушка не падает никакую. И все. Вот такая. Вот такое вот видео. Именно о том, чтобы гуриться меньше. Ну конечно. Если уже на максимальную длину. Ну и конечно не отпускайте сразу на все 15 метров. Можете. Ну не меньше 3 метров. Я думаю нужно отпускать поводок. Так как на всех удочках искать. Потому что лещ может либо там. Кого? Сазана. Леща. Еще кого ловите. То есть может. Стая. Она же пучками ходит. Например. На этой. Именно на этой тропе нету. На этой компании. Но через 2 метра. Она прямо на 3 метров поставит. А вы сразу 10 отмотаете. И перейдет. То есть он будет подниматься. Кормушка будет стоять на одном и том же. Лещ будет подниматься на кормушку. А крючков там не будет. Так что вот такой вам совет. Не сразу лишкуйтесь длиной. Экспериментируйте. Я думаю следующий год я начну с первой леди. Такую ловлю. Потому что она очень мне понравилась. Трудовая. Я честно скажу. Рыбалка трудовая. Это вам не с мормышкой бегать по лункам. Тем более там такой лед. А. Так вот. Я вам что еще забыл. Именно по огрузке вот этого. По огрузке вот этих. Вот этого поводочка. Вот такие обычные у меня. Ну то конечно какие. Я вот использую именно вот такие дробинки. По одному грамму. Вот они вот такие маленькие дробиночки. Я ставлю по одной на каждый поводок. То есть получается. А как сказать. Даже не под один. А именно на основание где привязан. Вот именно вот этот. То есть видите узел. Ставлю бац. Во-первых. Почему такие грузила. Если течение маленькое попало. Я с любым вообще. Хоть бритвочкой. Хоть ножом. Так как они большие грузила. Раздвинул. Снял. Поставил. Если надо что-то прибавил. Потому что тоже проблема именно с огрузкой комбайна. Которая. Именно та огрузка. Которая растягивает поводок. Чтобы он не перепутался. Потому что если вы будете ставить например на таком расстоянии. Как вот делают. Тут например скользящее грузило. У меня вот я делал. У меня перехлестывается. То есть когда в лунку падает например. Грузило тяжелее. Она падает первое на дно. А поводки уже с леской начинают за ним. А так как течение несет более что более легкое. Поводки уходят вперед. И грубо говоря как бы тянут за собой по дну грузило. И после чего они вот так сматываются. Либо там нужно травить потихонечку. Но я понял решение. Что вот например дробинка пошла одна. В лунку заходит. Она ушла. Уже натянулась. Мы делаем второй поводочек. Вторая дробинка. Прямо вот на основании вот этого поводочка. Что-то у меня упало. Упало у меня. На основании вот этого поводочка. Где именно привязан у нас этот поводок. Зажимают да. Вот видите. Они сразу как по тяжести. И вот именно вот в таком у меня не перекручивают. Опустил. Пошла вторая дробинка. Эта уже натянулась течение. Потому что набито большое течение. А один грамм это что за вес вообще. Ушла. Эту отпускаю. То есть та уже натянулась. И утаскивает за собой уже две. Я ставлю здесь третью. Это уже для того, чтобы прям нормально заземлить. Видите. Вот эта дробинка уже использованная была. Зажатая. Ну и все. Мы зажимаем третью дробиночку прям у поводочка. Но только не пережмите. Если вы пережимаете уже, то можно повредить леску. И на этом месте может порваться. Не нужно там. Никто его не будет стаскивать этот поводок. Ну вот такая снасть. По названию комбайн. Вот так я немного ее упростил. Свою рыбалку. Упростил я намного все это легче поиска. И крупнее рыбы. Так сказать. Ну вот все, что я хотел вам рассказать. Я рассказал в этом видео. Если у вас хоть почему есть вопросы. Кстати, если по кормушкам есть. Я могу знать прям досконально. Как грузило делать. Тут я тоже думаю можно в интернете найти. Но если кому надо, я засниму такое видео. Уложу. Так что вот так. Если вам понравилось видео. Поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Я думаю сейчас будет лето. Все будет намного интереснее уже. Так как скоро будет год. Нашему каналу. Так что ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До встречи на рыбалке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok